Чем я не джип? Верный Т-4 врезается в пшеничное поле. Когда вы, друзья, ездите на площадку, смотрите, куда едете. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Мы с вами на аэродроме Каунацкого аэроклуба. Не прошло и пяти минут, как начались настоящие боевые приключения. Венес должен ехать за сварочным аппаратом, но в этот момент сильный ветер, который дует на нашем аэродроме, приземлил где-то за преной нашу юную надежду, да, Бенес? Да, да, да. Хорошего мальчика? Хорошего. Поэтому мы едем спасать хорошего мальчика. Снимем сейчас вам ролик, который называется «Как найти планер где-то в полях, разобрать и привезти назад на аэродром». Спасение со площадки. Ну что ж, мой планер в ангаре. Готовится к сварочным работам. Красота ведь. Горим! Эге-гей! Мы в городочке Преной. И сейчас вот в этом домике покупаются самые вкусные в радиусе 50 километров чебуреки. Вот они самые лучшие в мире чебуреки. Чем хорошо, друзья, ездить на подбор, тем, что голодным никогда не останется. Это самое главное. Ну-ка, ну-ка. А пахнут, а запах! Ой, супер, поду. Ты притивальгисим. Ну-ка. Голбунь, секунди, я потемок у меня. Аж и кассю та чебурека. Ну-ка. Как в детстве. Как вот, когда мы с другом электроником бегали по Вильнюсу, по своей модельной лаборатории, и хомячили чебуреки была такая чебуречная. М-м-м, огонь. М-м-м, б-м-м. Смотрим, где же планер. Давайте, да и кем я сейчас печатаю. Все ищем планер. Друзья, уже скоро наша долгожданная встреча с пилотом приземлившегося планера. Зовут его Титас. И по отзывам пилотов, это один из самых замечательных пилотов на аэродроме. Потому что всегда интересуется твоей жизнью не на... А как у тебя дела так? Не на... Ну, так сказать. А по-настоящему всегда поможет. Всегда порадуется. Планерный спорт, я могу сказать, что это нечто такое командное. Это не спорт единоличек. Потому что всем приходится друг друга собирать с площадок. И я всегда радуюсь, когда меня забирают с площадки. Ну, раньше забирали. Потому что раньше у меня был планер без мотора. Ну, и теперь будут собирать. Потому что теперь у меня опять планер без мотора. Лечу. О, у меня скорость не работает, друзья. Вот жопа. Даже не знаю, как мы будем летать. Прикольно. Будем по шуму ветра. Открываю форточку. Да, скорость, конечно, цена на дрова. Ну, и пёс с ней. Хьюстон! Хьюстон, у нас проблемы! Ну, друзья, не у нас, а на самом деле вот внизу поле, на котором, как видите, два планера застряли. Приземлились вынужденно, потому что подходит к аэродрому гроза. Я так понимаю, что они наткнулись на какую-то предыдущую версию этой грозы. Опять же, Бенас, он мог бы сейчас летать спокойно, но он поехал в город Каунас за Тигом, за сваркой, чтобы починить мой планер. Включается сварочный аппарат, откручивается аргончик. Какую ты нам обещал картинку прислать? А, про сварщика и этот рыцарь, как они воюют. Сварщик идет и рыцарь с этими всями броней. Пока Бенас варит, я буду рассказывать про него истории всякие. То в ангаре, если хотят, например, самолет отремонтировать быстро, ну, типа, надо быстренько чпунь и полетели, Бенаса прячут где-нибудь и не показывают ему самолет, потому что он обязательно на нем найдет что-нибудь, что починить. О! Так что вот так выустроен планерный мир. Очень добрый и веселый. Пошла грунтовочка. Сейчас посмотрим, что за поле выбрал Титос. Как там песни, проразевал, развал в облаках. 2 500 в момент, разменял. И сижу теперь. Опа! Вот, 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы. Свежая строка. И гуси. Какой, посмотрите, пастроальный пейзаж. Какой-то новой человек, давай-то чудесим. А вот Титос. Вот Юна Надежда планеризма. На самом деле очень радостно, что молодежь летает на планерах. Той по жюресим. У нас, конечно, не джип. Сейчас не хватало только следующая часть приключений. Это называется посадка. Указ не уж дарис. Аж не уж дарис. А ты прошел. Ой-ой-ой-ой. Друзья, первая двойка. Не закрыл прицеп, когда брал. Все проверил. Свет проверил. А то, что он закрыть, не проверил. Ну, хорошо, прицеп в дороге не открылся. Поэтому, если вы едете на площадку, проверьте, прицепили ли вы прицеп, прицепили ли вы прицеп к этому самому к машине. И второе, закрыли ли вы его. Но есть еще более незабываемая история, когда в Аосте от нашего аэродрома километров 400 приземлился планер. И нужно было его оттуда забрать. И другой пилот взял прицеп, поехал в эту Аосту. Это пепестрель Таурус. И мы на нем на удаление. Сейчас покажу. Сейчас я вам покажу. Вот. 189 километров от нашего аэродрома над долиной Аосты. Вот аэродром Аосты. Они открывают прицеп, чтобы грузить планер, а там еще один планер. И стал один прицеп и два планера. Пришлось назад ехать. Еще 400 туда, еще 400 назад, еще 400 туда. В общем, очень большие путешествия иногда бывают. Значит, планеристы что сейчас делают? Пробуют грунт. Да. Завязабельность. А сможем ли мы здесь проехать? И если мы здесь проехать не сможем, ждут у нас большие приключения. Монотроток про чаши, ты крэй провожусью? Так, я гальма вожусью. Гальма. Это с укиненькой с ляйдой. А, укиненькой с ляйдой? Стралкием, в пандытуар и вожусью. И вожусью. Поживаю. Я иду, я иду ляйду, ты и вожу. Друзья, тут ключевой момент, что мы посевы сейчас можем немножко по... это, шмым-шмым. Но уже договорились с колхозом, с фермером. И вот разрешил. Некрасиво пшеницу. Тем более, пшеницу в этом году нужно много планете. Чем я не джип? Верный Т4 врезается в пшеничное поле. Оп. Там ниже грунт, похуже. Но мы чуть-чуть тут в самую малость. А потом, я думаю, встанет назад это все и будет... Когда вы, друзья, ездите на площадку, смотрите, куда едете. Потому что сейчас я немножечко заехал на камушек. Вот стоит планировочек. Сейчас мы к нему задом аккуратненько подойдем. Ну, смотрим, что мы здесь поцарапали. Ой! Да, как обычно, досталось защите двигателя. Но все целое. Все уже рассчитано, друзья. Сейчас задний борт не даст прицепа вот так сыграть. У меня был однажды незабываемый. Бывает, на прицепах стоят опоры. Тогда можно лучше их выпустить. А у меня однажды был случай, когда вот такой прицеп мой был открыт, стоял под большим углом и планер, фюзеляж поехал. А сзади было фонарь открыт. И фонарь мог об эту часть разбиться. в общем, крайне важно понимать, что ты делаешь. видите, какая слаженная работа. Я стараюсь не мешать. Ну, сейчас я приму участие, естественно, потому что вдвоем можно, конечно, в плане разобрать, но лучше втроем. Это намного быстрее, эффективнее. так что вы видите только начало. Ну, самое интересное, как вообще происходит посадка. Вот поле, вот заход. Отличный, хорошая, площадка шикарная. Почему нельзя было пшеницу садиться, ну, видели, потому что такие камни я нашел под свою машину. Соответственно, такие же камни можно найти под планер. И вот они, неожиданность, да, вот поле, вроде как, откуда здесь камни, а вот, пожалуйста, аккуратно сложенный зачем-то. Ловушка для Т4. Итак, первая фаза, планер на тележке-каталке. Ставится стойка под полукрыло, которое будет сниматься вторым. Вышли штыри, я продержу крыло. Как, так сказать, оператора меня отпустили, я буду страховать противоположное крыло. Ну, как дует ветер, страшно. Так, все, я на страховке. Сейчас вынимается левое полукрыло. Сейчас ветер достаточно сильно мешает, создавая большую парусную нагрузку на это крыло. Видите, друзья, здесь еще сейчас схема, при которой не автоматическое крепление всех тяг. Вот здесь есть целая норка, в которой находятся все тяги красивые. ветер такой, что крыло, Сергей, чтобы крыло не унесло ветром. Парусность дикая, все-таки площадь приличная. А ветерочек сейчас метров до 12 порывы дует. Я у нас? Я у нас? Да, я у нас. Молодой, говорит, еще неопытный, использует сторонний ресурс, подтягивая силы. Главное, всегда быть не спешить, аккуратным, чтобы за вот эти штыри крыло не повредить. Все повреждения, которые получает планер при своей жизни, как правило, получены на вот таких сборках, разборках, особенно на площадках. Это сейчас, видите, хорошо, ничего страшного вокруг не происходит. А подходила бы гроза какая-нибудь, или ночь наступала, бы. Мы, видите, даже сейчас умудрились накосячить. Не закрыли прицеп, наехали на камни. Ну, друзья, опасное место оказалось. Если тележку подать сильнее назад, то вот этот замок попадает на пластик. Ну, как-то сделано, вообще должен где-то там в середине быть. Косяк. Ну, нужно за этим местом следить. Снимается стабилизатор. Такая специальная тяга. Оп. Шариковая такая. Ну, теперь осталось закатить фюзеляж. Аккуратненько закрыть. Все проверить, чтобы нигде, ничто не блямкал, пока мы будем ехать домой. Уборка шасси. Оп. Все. Хорошо. Кача персюлос. Ай, мус валей. Мус валей. А, мухосборники, друзья. Потом сделаю вам видео, как они работают. Все даже не верят, что у планера есть штуки, которые собирают мух с крыльев. А вот, пожалуй, все есть. Вот сюда надо что-то положить, чтобы, когда планер не едет, не долбило руль направления. Все должно быть продумано. Тряпочки это любимая деталь планериста, я считаю. Надо хвост привязать. Ой, дягорейка придерждар. Сейчас погринди не сдалека. Друзья, с хвостом связана куча веселых ситуаций. Однажды купили впервые лет за 20, наверное, в Российской Федерации купили планер Дуа Дискус за государевые деньги. И забыли ему привязать хвост. И пока он доехал до стоянки, он хвостом пробил дырку в прицепе. Ну, в общем, пострадал и прицеп, и планер. Так что, один думал, что он привязал хвост, другой думал, что он привязал хвост. По факту хвост не привязали. Как это называется, у семьи дядек дитя без глазу. А есть еще планировые государственные. Так вот, с Дуа Дискус вторая история. Его на зиму оставили в каком-то торговом центре, где всю зиму ездили опять же машины, влажность, мокро. И за одну зиму первое хранение настолько сильно заразжавел двигатель, а планер был с двигателем долетным, что он начал работать у нового планера в режиме заведусь, не заведусь. То есть обычно не заведусь. Или заведусь, но из вредности не тогда, когда надо. когда очень надо не заводился. На нем с вот таким выпущенным двигателем, но не работающим, сели на площадку как-то на соревнованиях и так далее и тому подобное. И вот это тот, наверное, фактор, когда именно вот вещь вроде как очень хорошая, классный планер, но государственный. И вот так он живет. А вторая история, друзья, про то, как есть еще Аркус. Вот он летает в Успане. Антон Геннадьевич его приобрел. И планер шикарно совершенно летал на Кавказе замечательно и так далее. А все, что было много лет назад, сны цветные бережно хранят. И порой тех снов волшебный хоровод взрослых в детство за руку ведет. Сны, где сказка живет в третий чудес, сны, где можно достать звезду с небес, с небес. Счастлив в том, счастлив в том, в том, в детстве. И вот однажды его везли с Кавказа назад в Успань, под Воронеж. И забыли закрыть вот эту крышечку. Точнее, закрыли, но закрыли плохо. Крышечка в дороге открылась, и все говнище, которое идет, а была зима, вот вся соль, вся гадость, которая была, она улетала туда вот в прицеп и ровным слоем красиво покрыла этот аркус слоем дерьмища. Планер просто вот как привезли, бросили. Так вот эти штыри, которые крепят основное крыло, вот эти вот красивые, блестящие штуковины пролезлились в две таких грязных, ржавых, железяки. Ну вот как в поле, вот если сейчас от плуга что-то найти, примерно в таком же состоянии. Это всего лишь за одну зиму случилось. Ну и, соответственно, куча всего проржавела еще внутри планера, потому что, когда его поливают солью, а потом он зиму стоит, ничего хорошего не случается. Ну, восстановили, как смогли. Мы летали на соревнованиях на чемпионате Европы 19-го года. Как раз с Димой Тимошенко и с Иваном, они летали на этом планере и постоянно первые дни они доводили его до ума и крыли недобрыми словами тех, кто вот так вот берет и забывает закрыть дверь, а потом еще после этого хотя бы не моет планер, не ухаживает за ним, не консервирует по-человечески. Не свое, не жалко. Мы же аккуратненько закрыли прицеп. Уже! Уже закрыли, уже закрыли. Хвост мы привязали, все свидетели, я свидетель, если что. То есть, из косяков только моя машина, которая пыталась работать джипом и таранила все, что есть. Ну что? Чем не джип? Эгегегегегегей! огонь как ты печей наконец-то все поехало едем-едем мне показывают дорогу лучшую пыль я вздымаю где-то там воржи справа то что мимо мою машину вода не камни вот ну не видно было вот так они подло воржи при притулились че ты четвертый не джип верная машина и гиги 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 оп оп видите какая шикарная машина подбора сразу же пилоту дают чебурек я считаю что это святое действие просто вот кока-кола чебурек полная счастье это косяк мингос как это лей мингос ну что ж мы опять на аэродроме и здесь прекрасно друзья я буду жить вот в том домике в этом замечательном сосновом лесу прицепной парковки осталось собрать планер но это уже в следующей серии я с вами прощаюсь до новых встреч глубоко уважаемые любители ледных видов спорта до новых позитивных роликов